Елизавета Евстигнеева Москва Кормящему собак посвящается Н. Ты коллекционируешь собак, держишь их в тесной двушке. Кормишь по пять раз в сутки, сколько их накопилось у тебя. С короткими хвостами, длинными ушами и купированным прошлым. Собака друг человека. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Так писали советские учебники. И ты верил. Мораль гласила, не приручай, не то будешь приручен. Но ты не верил. А теперь смотри. Они все твои. Шестнадцать коротких хвостов. Шестнадцать купированных прошлых. Низкорослые суки и коренастые псы. Тебе нравятся и те, и другие. Ты без ума от них. Молчаливых и благодарных. Но признайся. Если бы псы разговаривали, ты бы любил не всех псов. Сон счастливого человека. Бесплатное небо. Желток солнца. Шкварчит в облаках. Папины руки. Большие, как мое счастье. Я глажу чью-то собаку, а она лижет мои ладони. Мама на лавочке. Суфлирует кличку Бобик. Быстро убегает мороженое. Я кидаю на дно детства пару монеток, чтобы вернуться. Люди в метро. И эта девушка в пальто, гордо красного цвета. И этот старик, что так нежно держит потрепанное Евангелие, будто птица со сломанным крылом. И дитя, пестущая куклу. И старушка, торопливо глядящая на часы. И пара милующихся подростков. Все они давно встали в очередь. За одиночество. Случайный прохожий. Старость наградила его нимбом седины. Разлила по коже пятна цвета кофе с молоком. Его глаза щурятся, словно старость, ослепительное зимнее солнце, идти к которому надо, но больно. И ноги вязнут в сугробах прожитых лет. Весной хочется просить прощения у каждого человека, у каждого существа, загнанного в тесный бетонный космос, где метеоры – это крошки недоеденного пряника, а комета, мне кажется, тополиный пух. Господин насекомый, как там, ваша планида? Не устали ли вы тащить щепочку для муравейника? Разрешите преклонить перед вами ладонь? Позвольте стать для вас шестилетним мессией, спасающим маленький народец. Я угощу вас пшеничным коржиком и напою росой. Нет, не убегайте. Вы такой маленький, что похоже на каплю крови, стремительно стекающую по запястью. Вы несете щепку, свой хрупкий крест. Давайте я провожу вас до муравейника, и мы будем вместе смотреть, какое яркое восходит солнце над терновой проволокой. дачного забора.